Сегодня я с такой почетной миссией по поручению Валерия Васильевича, Радаева губернатора, который проблемы здравоохранения и современной медицины держит на постоянном контроле. Сегодня, поверьте мне, не проходит, наверное, одного дня, если мы с Натальей Васильевной либо не получаем какое-то задание, либо не отчитываемся по каким-то проблемам, которые касаются и функционирования учреждений лечебных, и кадрового обеспечения, и, в общем-то, вашего материального благосостояния. Я думаю, что вы знаете, недавно состоялось решение губернатора и правительства области об увеличении средней заработной платы, в том числе и врачам. И я рассчитываю, что наши коллеги почувствуют на себе в своих расчетках увеличение этой заработной платы. Коллеги, вопросы медицины находятся на особом контроле и у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вы все это знаете, я вам телевизор с собой заменять не буду, но сегодня я должен выполнить особое поручение за большой и плодотворный вклад в развитие, я скажу, и советской медицины, и российской медицины, и за долголетний и беспорочный труд на благо, прежде всего, наших граждан, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин своим указом присвоил почетное звание заслуженной врач Российской Федерации Елисеевой Светлане Петровне. Аплодисменты Мы очень рады за нее. Она очень замечательный доктор, чуткий, отзывчивый человек. Прям призвание вот ее. Светлана Петровна очень хороший доктор. Я лично попала сюда с высоким давлением 5 лет тому назад. Ну, можно сказать, по лезвию ходила. Она вот меня уже спасает какой год. Дай Бог ей здоровья. Я очень рада. Это я даже благодарна, кто ее наградил, кто его этого доктора наградил. Заслуживает она этого звания. Всегда доброжелательно. Вот вы все здесь лежи и всегда с сочувствием относится. Светлана Петровна, да, действительно заслуживает этого заслуженного врача. У него отделение, все отделение очень внимательное. Медсестры, все-все, весь персонал, весь, абсолютно все внимательные, все хорошие. И добрый час ей. Это очень, да, большая большая проблема. Очень 200 килограмм. 227 килограмм грузоподъемности. Тут же полностью снимался пол. Бетонный, железобетонный швеллер лежит, усиление. Сборка осуществляется, то есть там не запускается ни пыль, ничего, да? То есть, в общем... Ну, конечно, здесь все закреплено. Какие направления? Все? Абсолютно все. Компьютерный томограф работает в режиме нау-стоп. Ну, это скрининговый. Да, ну, этот вот будет скрининговый. Пойдемте сюда. Компьютерный томограф последнего поколения. Он дает большую точность проводимых исследований. Он позволяет выполнить 128 срезов. И его особенность в том, что возможно провести ангиографию, как коронарного кровотока, например, оценить его состояние, посмотреть на кровоток в головном мозге. Помимо этого, минимальная лучевая нагрузка для больного, что очень важно. Причем аппарат сам рассчитывает ту нагрузку, которая необходима для пациента. Поэтому, конечно, препарат уникальный для нашего стационара. Позволит нам выполнить большое количество исследований и спасти жизнь пациента. Тут еще рабочие места. То есть, условно, там идет работа, пациент лежит. А здесь, наверное, хирурги уже планируют новую всю. Аппарат для обеспечения дыхания. Тяжелый больный. Больный в экстренных ситуациях, да, скриптических ситуациях. В чем преимущество? Ну, это экспертного класса. А правда, он многие режимы поддерживают интересы. То есть, не жесткий режим интересы, как вот раньше, какие-то старинные. Он с очень тонкой пошаговой настройкой, которая позволяет не рвать людей. Ну, то есть, индивидуальные особенности пациента учитывает. Я вот как просто человек, как гражданин могу сказать, что я рад. Я и пациентом был в этой прекрасной больнице, где работают высококлассные специалисты. Но то, что получаем вот такое самое, наверное, ультрасовременное оборудование, это здорово. Потому что это очень будет влиять на тот диагноз, который очень оперативно, вот там в приемном покое будут ставить доктора. Это очень важно. Вот диагноз правильно, вовремя поставленный и назначенное лечение. Поэтому я только рад и счастлив за коллектив нашей областной больницы, за то, что они получили вот такое оборудование. И уверен, что это оценят все жители Саратской области и ее гости, которые, конечно, тоже, зная квалификацию наших докторов, приезжают сюда лечиться.